Герой сегодняшнего ролика, редкий гость в рассказах про советский флот. Эту историю стараются лишний раз не вспоминать. Оно и неудивительно. Гибель этого корабля составляет одну из трагических страниц в истории советского флота времен Великой Отечественной войны. Если уж корабль и вспоминают, то только вскользь, из кучи оговорок. Сегодняшний рассказ о эсминце Северного флота сокрушительный и о том, почему историю данного корабля стараются забыть. Эскадренный миноносец сокрушительный относился к серии эсминцев проекта 7. Эсминцы проекта 7, или как их обычно называют «семерки», по праву занимают видное место в нашей военно-морской истории. И неудивительно, ведь они были активными участниками Великой Отечественной войны. Являлись самыми массовыми советскими надводными кораблями постройки 30-х годов. Именно от «семерок» ведут в свою родословную несколько поколений отечественных эсминцев, больших ракетных кораблей и даже крейсеров. Один эсминец Тип-7 стал гвардейским, четыре стали краснознаменными. Но наш герой не получил высоких наград. Его судьба была отнюдь не героической. Корабль был заложен 29 октября 1936 года на заводе имени Сергея Орженикидзе, а спущен на воду 23 августа 1937 года. После подписания приемного акта кораблю предстояло служить на Северном флоте. Корабль принял участие в советско-финской войне. В том печально известном конфликте корабль нес дозорную и конвойную службу. Ну а после ее окончания корабль отправился на гарантийный ремонт. Но выйти в мирные воды ему было уже не суждено. Началась Великая Отечественная война. И на счету был любой боевой корабль. 4 июля 1941 года он вернулся в родные Северные воды, где и вошел в состав отдельного дивизиона эсминцев. Северный флот в годы Великой Отечественной войны был самым молодым и самым малочисленным, но в то же время наиболее активно действующим оперативным соединением нашего флота. К июню 1941 года крупнейшими его кораблями были именно «семерки». Пять эсминцев этого типа – громкий, грозный, гремящий, стремительный и наш герой сокрушительный, вместе с тремя «Новиками» составляли первый отдельный дивизион эскадренных миноносцев. Сокрушительный три последующих месяца 11 раз выходил на боевые задания для обстрела вражеских позиций. Совместно с эсминцем «Грозный» и британским крейсером «Кент» участвовал в поиске проникшей в советские воды флотилии германских эсминцев. Встречал первые транспортные конвои, идущие из Англии в Советский Союз. Корабль достойно нес службу. И если бы не определенные обстоятельства, вполне мог бы быть героем военных рассказов. Ведь он стал единственным крупным кораблем советского флота, который вступил в бой с немецким кораблем аналогичного класса. И более того, можно сказать, что он вышел из этого боя победителем. Этот случай произошел, когда корабль эскортировал конвой ПК-13 и был вынужден вступить в бой с немецким эсминцем Z-26. Советский корабль уже вторым залпом накрыл своего немецкого визави. И тот, чудя черным дымом, был вынужден отступить. Советский корабль в этом бою не получил ни одного попадания. Эсминец также участвовал в охранении знаменитого торпедированного крейсера «Эдинбург», который вез золото в счет оплаты по ленд-лизу. Несколько раз корабль выходил на обстрел позиций немцев на берегу. Однажды во время такого обстрела его атаковали 28 самолетов противника, но не добились ни одного попадания. Более того, зенитчикам корабля удалось сбить один самолет. Всего с начала войны до 1 сентября 1942 года сокрушительный сделал 40 боевых походов, пройдя в общей сложности 22 385 миль за 1516 ходовых часов. Вне всяких сомнений, это был один из самых боевых кораблей советского ОМФ. Однако судьба решила сыграть с кораблем злую шутку, и все его храбрые действия станут забытыми из-за событий, которое произошло 20 ноября 1942 года. За три дня до этого из Архангельска вышел конвой КП-15. В зоне ответственности Северного флота караван, состоявший из 26 союзных транспортов и 11 британских кораблей охранения усилили лидером Баку под командованием капитаном 2-го ранга Беляева и эскортным миноносцем Сокрушительный, командиром которого был капитан 3-го ранга Курелих. Погода стремительно портилась. И уже 20 ноября сильнейший шторм и практически нулевая видимость из-за снежной бури привела к тому, что корабли охранения потеряли друг друга. Конвой рассеялся, и охранять его стало попросту невозможно. Но это было уже и не нужно, так как плохая погода скрывала суда от самолетов и подводных лодок. Запросив по радио у командира конвоя разрешение вернуться на базу и получив утвердительный ответ, советские корабли легли на обратный курс. Шторм к тому моменту был уже 10 баллов, и кораблям пришлось не сладко. У лидера Баку от ударов в волн такой силы нарушилась герметичность корпуса. В действии оставался только один котел. С огромным трудом корабль все-таки дошел до базы в Полярном, а вот герою этого ролика повезло меньше. Волны кидали корабль как консервную банку. Скорость корабля упала до минимума, но самое страшное – это то, что он потерял лидер из виду. Сперва с корабля начали стрелять осветительными ракетами и пытались найти Баку в свете прожекторов, пробивающих стену снежной бури. Но все было безрезультатно. Корабль остался один против бушующей стихии. Тут надо отметить, что капитан Баку должен был отвечать не только за свой корабль, но и за подчиненные ему эсменицы. Но фактически получилось так, что он просто бросил бедствующее судно в море. Правда, тут стоит и отметить, что бедственное положение самого Баку, которое едва ли сам держался на плаву. Сокрушительный пытался бороться со стихией, но шторм был слишком серьезный для такого корабля. И с очередным ударом в 14.30 с кормы послышался треск. И спустя три минуты кормовая часть корабля к ужасу команды оторвалась и затонула, унеся с собой шесть матросов, не успевших покинуть Румпельное и другие кормовые отделения. После этого последовал мощнейший взрыв глубинных бомб, которые достигли заданной глубины. В миг тяжелое положение корабля стало критическим. Оставшиеся отсеки быстро заполнялись в одной. Но действия экипажа сохранили корабль на плаву, хотя теперь он и потерял ход. И оставалось надеяться только на то, что ближайшие корабли придут на помощь. Узнав об аварии, Головко приказал лидеру Баку немедленно идти на помощь сокрушительному. Одновременно приказы были отданы другим кораблям. К месту аварии были немедленно высланы старые эсминцы типа Навик и такая же «семерка» разумной. Найдя в штормовом море гибнущий корабль, спасательные корабли сразу приступили к операции. Командование поставило им следующую задачу – отбуксировать аварийный корабль в Кольский залив или, если это не удастся, потопить его, предварительно сняв личный состав. Для того, чтобы лучше представить условия проведения спасательных работ, следует упомянуть о метеорологических условиях в районе катастрофы. Это был ураганный ветер силой 11 баллов, снежные заряды, крутая волна высотой 10 метров, а температура воздуха была минус 18 градусов. Спасательные работы проходили в течение двух дней. Взять на буксир аварийный эсминец не удалось. Шторм рвал канаты, словно нитки. Более 10 раз старались взять поврежденный корабль на буксир, и это не удавалось. С большим трудом личному составу, подоспевших на помощь кораблей, удалось снять сокрушительного 192 человека. При эвакуации погибло 14 человек. Все корабли, задействованные спасательной операцией, получили различные повреждения. Силой шторма после того, как заведенные на сокрушительные концы лопнули, корабли, имея ограниченный запас топлива, прекратили операцию по спасению людей и направились на базу. Эсминец остался дрейфовать. Когда разумный Кузьбышев-Урицкий уходили, над мостиком, лежавшего в крене сокрушительного, взвилась ракета. Потом другая. Потом еще одна. Сначала эсминцы пытались сверить ракетные пуски с таблицей сигналов. Решив, что аварийный эсминец что-то хочет сообщить перед расставанием. Ну, за третий пошла четвертая, потом пятая, потом шестая. Было всего сделано 15 пусков. 15 моряков, оставшихся наедине со штормовым морем на полузатопленном корабле, прощались с друзьями. Когда на место прибыли новые корабли, то эсминца уже не было. Не в силах противостоять шторму, корабль утонул, унеся с собой оставшихся моряков, до конца выполнявших свой долг. Кажется, что это довольно героическая история, но не все так просто. Во время проведения спасательных работ, офицеры сокрушительного проявили полное обезволие к кораблю. Офицерский состав покинул сутно отнюдь не последним. Да и фактически, они не руководили экипажем в ходе спасательных работ. А когда экипаж вообще остался без командования, начался полнейший хаос. И моряки были вынуждены выбирать нового командира. Все это происходило на глазах моряков с других кораблей. 26 ноября нарком ВМФ Кузнецов подписал директиву о расследовании факта гибели эсминца сокрушительной. По приговору военного трибунала Северного флота, командир Курелих и командир БЧ-2 Исаенко за проявленные во время гибели корабля нарушения воинской дисциплины, трусость и малодушие были расстреляны. Политрук Калмыков был усужден на 10 лет. Командир БЧ-4 Анисимов, командир БЧ-1 Григорьев и командир БЧ-5 Сухарев были направлены в штрафной батальон. Казалось, столь бесславная история советского корабля должна была на этом и закончиться. Но нет. Одному из членов его команды, а именно помощнику командира корабля, капитан-лейтенанту Олимпию Ивановичу Рудакову, предстояло войти в историю, которая отчасти дает возможность окончательно затереть судьбу советского эсминца. Согласно официальным документам, во время трагедии сокрушительного Рудаков обвязал себя тремя спасательными поясами и стал упрашивать командира оставить корабль для того, чтобы потом оправдать свое собственное бегство. Потеряв самообладание, он передал на проходящие корабли сообщение «Спасайте, наступает конец. Немедленно подходите, корабль тонет», в то время как корабль держался на плаву. По решению трибунала его должны были расстрелять, как и остальной офицерский состав. Но благодаря вмешательству вице-адмирала Головко, смертный приговор был заменен лишением войского звания капитана-лейтенанта с десятилетним заключением в исправительных трудовых лагерях. Со срочкой его исполнения до окончания военных действий решением Президиума Верховного Совета СССР в марте 43-го года эта мера была заменена на штрафной батальон. Штрафник Рудаков отбывал наказание рядовым в минометном взводе 50-й отдельной штрафной роты Карельского фронта, державшей оборону на полуострове Рыбачьей. Определен Рудаков был в ботике, которые доставляли боеприпасы и горячую пищу на передний край обороны. В основном это означало почти верную смерть, так как жили ботики в среднем не более двух-трех ходок. Но Олимпий Иванович назло всем выжил. И уже вскоре был назначен помощником командира минометного взвода благодаря своей артиллерийской специальности. Затем Рудаков на том же Карельском фронте, имея звание рядового, воевал командиром противотанковой батареи. После еще одного осколочного ранения в январе 1944 года приказом Верховного Главнокомандующего восстановлен в воинском звании капитан-лейтенант и откомандирован в распоряжение командующего Северным флотом. Вернувшись в Полярный, Рудаков сразу получает назначение помощником командира эсминца Громкий. К середине 1944 года Рудаков уже исполняет обязанности командира эсминца Доблестный, а в октябре и вовсе назначен его командиром. Будучи командиром Доблестного, Рудаков участвовал в выводе из Карского моря ледоколов «Сталин» и «Северный ветер». Провел семь операций по поиску и уничтожению подводных лодок противника. Семьдесят одну конвойную операцию по проводке отечественных и союзных транспортов. Со времени осуждения Рудакова за трусость минуло всего два года. И в 1945 году приказом наркома ВМФ капитан третьего ранга Рудаков получает назначение старшим помощником на флагман Северного флота ленинный корабль «Архангельск». А вскоре молодой капитан второго ранга принимает под свою команду крейсер «Мурманск». В 1952 году капитан уже первого ранга Рудаков принял на Балтике новейший легкий крейсер «68бис». И уже в 1953 году Олимпий Иванович приводит крейсер «Свердлов» в Портмут для участия в международном военно-морском параде в честь коронации английской королевы Елизаветы. По окончанию церемонии английская королева на борту линкора «Венгард» должна была вручить награды капитанам кораблей, участвующих в церемонии. Командиров построили в порядке старшинства званий. Первым стояли американские и французские адмиралы. Но Елизавета в нарушении всех правил идет к советскому капитану Рудакову и награждает его. После церемонии награждения участников ждал королевский бал. И вот опять Елизавета сотворила неслыханное. Она пригласила на первый танец, который, к слову, был не просто первым танцем на Балу, а еще и первым ее танцем в статусе королевы все того же советского капитана Рудакова. Советский офицер танцевать умел. И, кружась в вальсе, пара о чем-то непринужденно беседовала. Королева улыбалась. Все это было на глазах Черчилля. Сказать, что он был сбешен, это ничего не сказать. Дальше больше. Королева знакомит капитана со своей сестрой, принцессой Маргарет. И второй танец Рудаков уже танцует с ней. После этого королева, игнорируя официальную советскую делегацию, приглашает капитана на аудиенцию, на которой, кстати, присутствовала и принцесса Маргарет. Черчилль, не скрывая злость, покинул прием и, видимо, в эту ночь выкурил кучу сигар. Британская пресса просто взорвалась домыслами. Это был еще не конец. На Свердлов катером доставляют букет. Точнее, тут проще сказать, что сам катер был один большой плавучий букет с открыткой о том, что цветы дарит принцесса Маргарет. Тут, правда, вышла заминка. У капитана была аллергия на цветы и он отдает бесхитростный приказ раздать их морякам. Но от незадачи принцесса Маргарет решила на следующий день посетить корабль. И, к удивлению, не увидев букета в каюте капитана, спросила, а где подаренные ей цветы? На что Рудаков сказал, экипаж был так очарован вашим высочеством, что я раздал им ваши розы. Принцесса прислала розы еще раз и теперь пригласила капитана на 10-дневный совместный тур-экскурсию по старым замкам Британии. К этому моменту Черчилль, наверное, хватал валидов, как, впрочем, и советская делегация. Но отказывать было нельзя. Но экскурсию по просьбе Москвы сократили до двух дней. Поездка состоялась. И ходят слухи, что когда крейсер уходил в Советский Союз, королева и сестра еще долго стояли на пирсе и взглядом провожали советский корабль. Видимо, когда Свердлов вскрылся за горизонтом, на Европу окончательно опустился железный занавес. После возвращения из Портсмота капитан первого ранга Рудаков назначается начальником штаба эскадры 4-го ВМФ на Балтике. На этой должности он получает контр-адмиральские погоны. В начале 60-х Рудаков становится начальником кафедры организации оперативной и боевой подготовки ВМФ, а несколько позднее начальником кафедры управления силами командного факультета Военно-морской академии. На протяжении многих лет опытный моряк передавал свои знания молодым офицерам советского ВМФ. Умер Олимпий Иванович 2 июня 1974 года в Ленинграде. Похоронен на Серафимовском кладбище. Так заканчивается эта история, которая, пожалуй, достойна того, чтобы по ней был снят фильм. В ней есть место всему любви, чести, предательству и долгу. Друзья, спасибо, что досмотрели данный необычный ролик до конца. Надеюсь, эта история вам понравится. Пожалуйста, оцените его комментарием, лайком и подпишитесь на канал. Это очень помогает в продвижении. Ну а я пойду искать уже новые редкие истории для вас. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова